Тема важная для бизнеса. Переход на упрощенку для предпринимателей с 1 января. Но не для всех. Магазины, кофейни, торговые центры, бутики, общепит, грузоперевозчики. Эти предприниматели будут платить не фиксированную стоимость патента, а 3% с оборота. И многие уже начали переоформлять документы, а кто-то перешел на упрощенку еще в 2019. Сегодня о переменах говорил и председатель правительства. Вот совет от Александра Розенберга. Ничего бояться не нужно, потому что система работает уже порядка трех лет. У нас из 20 тысяч индивидуальных предпринимателей 2 тысячи работают на специальном налоговом режиме, упрощенная система налогообложения. И данная система действует. Остальные, конечно, основная часть работает на патенте. Мы сегодня говорим о переходе к более равной и справедливой системе налогообложения. Сегодня упрощенная система позволит платить справедливый налог. То есть, если у тебя выручка маленькая, то, безусловно, эти 3% будут составлять маленькую сумму с этой маленькой выручки. Выручка больше, понятно, это будет больше плата, но это будут те же 3%. Такая налоговая нагрузка по силам нашим предпринимателям, уверен председатель правительства. Премьер сравнил налоги в Приднестровье с другими странами. В Беларуси предприниматели платят от 6 до 16%. В России ставки налогов от 6% до 8%. В некоторых случаях от 15% до 20%. У нас 3% с оборота. Причем приднестровским предпринимателям не нужно вести ни бухгалтерскую, ни статистической отчетности. У нас налоговая система мягче по сравнению, чем в сопредельных государствах. И, безусловно, мы понимаем, в каких условиях мы находимся, поэтому и исходим из этого. Спасибо вообще всему предпринимательству нашему, причем и большому бизнесу, и малому бизнесу. Огромное спасибо, что в таких условиях сегодня у нас люди работают, у нас люди получают заработную плату, у нас нет задержек, у нас уплачиваются соответствующие налоги. И в этих непростых условиях, когда у нас есть трудности и с платежами, трудности и с доставкой сырья, трудности и с логистикой, и мы сегодня осуществляем деятельность, вот я искренне говорю огромное спасибо и менеджменту, и бизнесменам, и предпринимателям. И, безусловно, в лице правительства всегда бизнес найдет поддержку. Время для перехода на упрощенную систему налогообложения есть. До 1 января 2023 года успеют все. Сейчас с предпринимателями проводят встречи в городах и районах. Еще работают телеграм-каналы. Там тоже ответы на волнующие вопросы. Есть информация и на сайте Минфина.